Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами компания Профмонтаж, меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной серии «Евроремонт в московской квартире». Значит, очередной отчет произведу, давно с вами не встречались в этом сериале. Значит, ну и это хорошо, потому что более заметны изменения, которые произошли, значит, ну начну традиционно с прихожей зоны. Значит, ну здесь пока освещения нет, но доложу, что обои здесь оклеены, гипсокартон покрашен. Значит, ну осталось, значит, завтра, да, у вас придет плитка? Да, да. Заказчики уже выбрали плитку, здесь будет подогрев пола, ну и плитка, соответственно, и окраска помещения. Значит, ну вот кухонная зона. Вон там, вы видите, оставлена вытяжка под потолком, здесь сделали ступеньку, как просили, она повторяет, здесь будет укладываться плитка, значит, в кухонной зоне, значит, повторяет, вот полеприк из потолка повторяет плитку. Значит, ну выведены все основные коммуникации, уже оклеены обои, согласно плану сделаны все, вся электрика, все точечники вверху, это подсветка верхних шкафов кухни. Вот, здесь, вот в этой части будет обеденная зона, там вы стоят стол, люди будут, значит, обедать. Вот, видите, паркет старый, дубовый, это вас мы будем снимать, да, участок, вот, до этой линии. Значит, смотрите, на полу уложена уже, и, значит, фанера уложена, ждет паркета. Ну, с паркетом сразу хочу сказать, что мы решили, подбирали, мы, конечно, пытались в тон цвета подпасть, выбирали дубовый паркет, паркета сейчас на рынке масса, значит, но не удалось нам подобрать в тон, потому что старый паркет, он уже, как бы, лежал здесь, и мы сделали вывод, что его, как бы, красили, шлифовали и красили. У него был индивидуальный выкрас. Да, и здесь подобрать краску очень сложно, все равно будут видно границы. Мы пришли к решению, я принял решение, что лучше купить массив такой же, значит, соединиться с этим паркетом, и потом произвести во всех комнатах шлифовку, и, ну, снять лакокрасочное покрытие, и потом одно целое все это покрасить. Так будет правильно. Все равно квартира лучше сделать полы в одном стиле, не подбирая, вот, стремясь вот в цвет подбасть. Лучше купить массив, не крашеный, и потом отшлифовать. Значит, ну, видите, вот уже повесили в нем струб, там сделали момент. Повесили карниз, значит, очень хороший материал, кстати, вот он, производство Бельгии, брали мы на заказ в интернете. Индивидуально на заказ. Да, в принципе, ничего здесь такого, ничего сложного нет в этом, но чувствуется очень довольно-таки жесткий, упругий полиаретан. Вот, и мы туда заложили по цвету, вот, теплый тон. А, да, и, видите, еще мы, то окошко, район из стеклоблоков, вот, как просили моему проекту, что-нибудь такое, стекло матовое. Вот мы туда установили. Вот, ну, по этой комнате все, по этой комнате все. Вот, значит, в принципе, здесь остался пакет и плитки уже, да, вот. Эти обои у нас крашены. Здесь мы установили две двери, которые в самом начале мы демонтировали, вот, в эти комнаты. Две детские. Ну, пройдем сюда. В этой комнате мы сделали, ну, нагрели аргоры, значит, потапки и произвели покраску. Под аргонитом я в предыдущей серии говорил, там лежит паркет. Вот, ну, и самое интересное, вот, здесь у нас не столько слоев краски. И что это будет? Это здесь будет маркерная доска. То есть дети могут здесь маркерами, белой краской будет краситься, и маркерами они могут красить и стирать. И плюс, эта стена, можно сюда магнитиками, и в магнитике клеится. То есть здесь магнитная краска, она наносится специально, там тоже мы брали в интернете на заказ, в три слоя. Красится в черный цвет. Сейчас здесь два слоя, здесь один. Да, и сюда я просто у меня нет ничего с собой продемонстрировать. Вот, ну, магнитики я точно знаю, что ребята решили, и они держатся очень хорошо. Вот мы малярным скотчем, это все защитили. То есть это будет доска для мелков, еще мы подчеркнем черным цветом, а этим белым карманом. Вот одна из комнат. Ну, вот тоже здесь стандартно сделана вся электрика по проекту, дизайн проекта. Вот кондиционер, стоят, ждет своего часа в этой области. Пройдемте в другой комнат. Да, вот пока здесь, в этой части у нас по Адамилору не планировалось, но так как обои у нас затрагиваются, встречаются на границе, как бы, этого помещения, и здесь тоже было решено оклеить новые обои под покраску. Ну, сняты были обновичники дверные. И, да, здесь мы с электрикой сделали изменить проходной выключатель, чтобы он включался он в этой передавке и выключался на выходе, или наоборот, соответственно. Ну, вот, еще давайте я вам покажу еще одна комната. Вот, другая детская. Краски согласовывались, подбирались индивидуально, согласовывались с заказчиками. Да, тоже, значит, вот обои, которые мы покрасили, потолок выведем, и вот эти уже стеклоблоки смотрятся отсюда таким образом. В принципе, ремонт близок к завершению. Осталась у нас укладка, значит, плитки, паркета, его циклевка, плитуса, подвесник, светильник и включатель. Ну, установить уже, значит, стало. В принципе, все, да, Вася? Ну, еще очень-очень тысячи мелочей еще предстоит. Ну, это под конец, как всегда. Да, вот в конце, ну, вот эта, кажется, мелочевка, она забирает ему время, когда, кажется, вот, ремонт готов, и я скажу, много вот мелочей. Ну, хорошо, дорогие друзья, буду заканчивать свой репортаж, вот произвел вам экскурс нашего ремонта. Меня зовут Мурас Алексеев, оператор. Оператор Василий. Компания «Профлантаж». До новых встреч. Пока.